МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Знаете ли вы, что Украина заняла первое место в Европе по детскому алкоголизму? Слышали ли где-то такую информацию? Почувствовал эту информацию от вас и не дивился. Скажите, пожалуйста, а вот реклама в средствах массовой информации, на телевидении, алкогольных напитков, она влияет каким-то образом на выбор молодого поколения? Я считаю, что реклама на телебачение, а также в других средствах массовой информации, влияет на выбор молодого поколения. Какими методами можно бороться против детского алкоголизма? Я считаю, что на самом деле очень нужно, чтобы не было рекламы алкоголю, а также так называемых слабко алкогольных напитков, и в том числе пива на телебачении. Дети смотрят телебачение, мы не можем сподеваться, что они не смотрят его в тот момент, когда идет реклама, поэтому забрати ее звезды просто нужно. Ну, а иначе, конечно, нужно зацикавливать детей, молодых людей. И я на самом деле думаю, что даже если дитина, а потом молодая человек, долучена до алкогольных напитков, не поздно и в зрительнейшем веке с нею работать. Что меньше мы створим привабливый образ алкоголизма, або вживание алкогольных напоев, то меньше вероятность, что эти люди начнут это делать. А скажите, пожалуйста, если, допустим, ввести акциз повышенный на алкогольные напитки и табачные изделия, если будет стоимость продукта алкогольного дороже, чем на текущий момент, может это повлиять на то, что дети прекратят или станут меньше покупать? Я думаю, кардинально, что это не изменит ситуацию, потому что есть заменники. Можливо, это начнет с самого наварения там и так далее. Но еще одно, что от алкоголя тогда могут перейти на нюхание, курение и так далее. Я, в принципе, поддерживаю, что эти товары, алкоголь и тютюн, мают стоить дорожче. Но, на мою думку, это аж никак не решит вопрос. В этом смысле, я еще помню, борьбу с алкоголизмом в Радянском Союзе не дала результатов. И мне рассказывали, что в Югославии своего времени боролися с алкоголизмом, повышивая цены на спиртное, а в итоге сросли от продажи на борьбу с алкоголизмом. И выходит вот такое замкненное коло, что больше продали спиртного, то больше грошей на борьбу. А вы сами пьете? А если пьете, то что? Я переважно пью каву. Я больше 17 лет не вживаю алкоголю. Вы наш человек. Вам надо почетное место в здоровой Украине занять, тогда раз вы не пьете. Но я курю. А алкоголю ніякого, ну и пиво в том числе. Я люблю смак пива, я ценую смак пива. Я думаю, что я ценую смак вина в том смысле, что это тоже виробництво винограду. Вот. Но я раньше все-таки выпью соку, або без алкогольного пива, або того, где есть алкоголь. И когда пытаются сказать, что есть слабкая алкогольность, напои, або пиво, если их вживать, то нет ничего страшного. Для меня это совсем не доведено. Я думаю, что тут нужно быть. Або так, або так. Хотя я пропускаю, что может быть что-то, чего я не знаю. А вы знаете, что у нас пиво крупные комбинаты не выпускают, как это принято по технологии, а выпускают химические напитки? Там много чего я знаю, но доказов у меня нет. Нет, ну у меня нет. Моё решение было замовлено іншими причинами, не химическим складом. У вас дети есть? Да. Вживают алкоголь? Моя старшая дочка не вживает ЗОС. Ну, так, трогая. А младшая? Молодшая тоже майже не вживает. А скажите, вот такой вопрос. Бывают случаи, когда детям не продают алкогольный напиток, и они просят мимо проходящих людей, там, мужчин, женщин, купите, пожалуйста, пиво или там что-то еще. Вот если бы к вам ребенок обратился с такой просьбой, какая бы ваша реакция была? Бывали такие выпадки, я всего народу. Спасибо вам большое.